Всем привет! Меня зовут Артём Мухин. Я являюсь тренером сборной России по жилу-джитсу Неваза, коричневым поясом по бразильскому жилу-джитсу. Старшим тренером клуба Лудос-Войковская. Сегодня мы разберем посечку изнутри захвата ноги в продолжении комбинации ее развития. Ассистировать мне будет Уфан Гурев в течение боя, произведенного му-джитсу, олдскул самбо для биржа. Когда отрываю захват, беру захват за кимоно, второй рукой отрываю за кисть и оставляю руку держать за кимоно. Она будет у нас основной тяговой силой, чтобы контролировать его плечи. Следующим движением вывожу ее к тазу, чтобы загрузить ногу опорную. Захват этот не отпускаю до конца движения, пока не закончу движение. Все время держу его и все время работаю. Тяну чуть-чуть, вывожу сюда, чтобы нога была загружена. Человек ожидает атаки за пояс сверху, что я буду атаковать его правую сторону. Перехватываю захват ближе к подмышке за руку. Одновременным движением цепляю ногу, делаю подсечку внутри, цепляю ее хуком. И ровно нога идет и цепляю ее мягкой подушечкой. Далее один из основных важных аспектов. Если мы не перехватим ногу рукой, то человек сможет отставить ногу назад и защититься. Здесь именно важен переход. Выполняю подсечку, перехватываю за пяточку, вытягиваю руку с ногой, контролирую одновременно. Прием называется подсечка изнутри, захватом ноги. Далее все время контролирую захват, ухожу вниз. Выполняя подсечку изнутри, человек реагирует, выполняет движение назад. Его центр тяжести остался на передней ноге, а точка опоры ушла за площадь проекции центра тяжести. Поэтому если мы промешкаемся, он просто перенесет в центр тяжести, уберет переднюю опорную ногу и поменяет стойку. Здесь очень важен тайминг. Как только он ногу отставил назад, я отшагиваю назад одновременно движение, протягиваю и гружу его вниз. Работаю двумя руками. На противоходе ставлю колено, контролирую такси колено. Если я не успеваю, он будет уходить кувырком вперед. Кувырком будет уходить и устанавливать гад. Поэтому очень важно проконтролировать коленом и локтем таз. И только потом взять лапел, да, натянув его сюда. Контролирую его таз и вставляю нижние колено. Не верхние колено еду. Если я буду вставлять верхние колено, он может крутиться на меня. Начал крутиться, движение может не получиться. Соответственно фиксирую его таз локтем, коленом. Руку прижимаю плотно к полу. Вставляю нижнее колено, нижний хук. Выполняю движение на себя. Направляю дальний, потом нижний. Внимаю захват. Разбираем. Другой вариант события, так называемый план Б. Когда человек отреагировал после моего движения. И сразу отставил ногу вперед, сильно выпрямив спину. Вставляю ближнюю ногу максимально ему в центр. Перехватываю захват. Стараюсь взять его максимально близко к подмышку. Не за пояс, не за таз, а подмышку. Работаю рукой, также прижимаю его к противоположному бедру. Следующим движением стараюсь максимально поставить. Чем ближе я поставлю свою опорную ногу в его дальние ноги, тем мощнее получится движение. Дальше, как подставил ногу, моя нога упирается в его заднюю часть бедра. И выполняет такой легкий хайкик. Прижимаем руку, старая ногу. Прижимаем руку и фиксируем его в нижней точке. Очень многие ошибаются. В момент кувырта расслабляют, прижимляют руки, человек проваливается и остается без партнера лежать на полу. Главный момент – это плотно прижать человека к себе, чтобы он стал продолжением, как бы вашим продолжением. И не отпускать его в момент кувырка. Тянуть его к сильной к себе и контролировать. Приходите тренироваться в область Тим Бойковская и подписывайтесь на канал Владэнсэйт. Всем хорошего дня и вас. Со мной отрабатывается Джимми Назмаза, мастер спорта по движению. Просторг начинаем с захвата. Захват берем крест на место. Если делаем правую сторону, захват берем левую руку и левую крючок. Если делаем правую сторону, правую руку и правую крючок. В данном случае я делаю правую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...